Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и сегодня я хотела бы с вами поговорить о криминале. О криминале в Аргентине и о криминале в Южной Америке. Дело в том, что под моими несколькими последними видео одним из самых частых комментариев был комментарий о том, что я неправильно интерпретирую статистику, статистику о криминале. Более того, мне вообще многие люди стали упрекать, что я очень часто обращаюсь к статистике. Пардонте, а на основании чего можно вообще делать какие-либо выводы? Только на основании того, что вы видите вокруг себя? Ну, возьмем Аргентину. Аргентина – это огромная страна. Здесь проживает 45 миллионов человек. Допустим, у меня в моем окружении, с кем я постоянно общаюсь, вижу и так далее, это 100 человек. Ну, пусть вижу я там тысячу человек моего окружения, да, это включая соседей, люди, которые живут на моем квартале и так далее. То есть в моем именно уже кругозоре. И что, говорить о жизни в Аргентине я должна на основании только вот этих вот тысячи человек, которые составляют мизерную долю от общего населения, которое составляет 45 миллионов населения. Естественно, чтобы говорить о чем-либо вообще о стране, я привыкла всегда основываться на статистику. И вот есть статистика относительно криминала, которая обычно базируется на том, сколько убийств происходит на 100 тысяч населения. Вот, допустим, разобьем всю Аргентину на городки по 100 тысяч населения и то же самое сделаем, например, с соседним Уругваем. Тоже разобьем все городки на среднестатистические по 100 тысяч населения. И согласно статистике, криминальной статистике, в каждом из таких городков в Аргентине на 100 тысяч населения происходит 5 убийств, а в Уругвае 10 убийств. Но почему-то бабушка Лена как-то неправильно интерпретирует свою статистику, потому что Уругвай, у всех понимание, Уругвай это безопасная страна, а Аргентина опасная. Пофиг на эту статистику. Или, например, посмотрим на Коста-Рику, да, там вообще около 11 человек на 100 тысяч населения. И скажите мне, а в чем неправильность моей интерпретации? Вот напишите мне это в комментариях. Я не понимаю, что я не так интерпретирую. Да, 11 трупов в городе Коста-Рики и 5 трупов в городе в Аргентине. То есть тем трупам, которые лежат в земле Коста-Рики, им, наверное, как-то приятнее, да, наверное, так я должна это интерпретировать. А тем, которые лежат в землях Аргентины, их, наверное, почему-то не так приятно. Поэтому преступность в Аргентине, она выше, чем в Коста-Рике или в Уругвае. Вот так, наверное, надо интерпретировать статистику. Лично мое мнение совершенно другое, оно у меня же давно сложилось, и это касается не только Аргентины, но и когда я смотрю на другие страны Латинской Америки, что о них говорят и пишут. И как очень яркий пример всему этому, вот у меня сегодня как раз два таких письма в моей почте и сошлись. Первое, это как всегда, что я неправильно интерпретирую статистику, а второе письмо это подтвердило. Пишет мне продюсер одного известного тревел-блогера, у которого аж целых 4,5 миллиона подписчиков, которые ездят по разным странам мира, городам и снимают какой-то трошняк. И вот этот продюсер мне пишет. Планируем снимать про Аргентину два видео. Нам нужно что-нибудь сочное, интересное, места, люди, все, что в голову приходит. А что ему в голову приходит, тут же он поясняет. Опасные кварталы, фавелы, трущобы, может быть тюрьмы какие-то, что-то очень колоритное, экзотическая еда тоже сойдет. На мой ответ, что я чернухой не занимаюсь и здесь я ему не помощник, могу только пропозитив ему показать, рассказать. Он мне ответил, если что-то, то, что вы называете чернухой, можно снять, то это существует, а это и есть настоящая журналистика. Опаньки, так может вот где свинья-то это зарыто, потому что, извините, но свинья грязи везде найдет. Запусти такую свинью абсолютно в любой прекрасный, самый лучший, самый безопасный город мира, он все равно говнеца там найдет, снимет и покажет. Но самое печальное в этой истории то, что это говнецо как раз-таки народ и хавает, говоря вашими словами. Потому что зашла я к этому блогеру на его канал. Да, у него 4,5 миллиона подписчиков, но просмотры на видео у него 15-16 миллионов. И, судя по заголовкам, ничего там, кроме вот этой самой чернухи или так называемой настоящей журналистики, там больше ничего нет. Чтобы понять, с кем я имею дело, я посмотрела последний загруженный ролик, который за неделю собрал всего полмиллиона просмотров. Боже мой, кошмар. Человек, наверное, зря снимал это видео и потратил свое время и деньги. Дело в том, что там был такой, не скажу, что позитив, но нейтралочка такая. Можно даже назвать позитивом с розовыми пони. И вот именно за эти розовые пони в комментариях он и получил по полной. Потому что его комментаторы называли его там и жаполизом. И писали о том, что он продался. Типа он сейчас в эту страну эмигрировал из России. И поэтому старается там прогнуться по самое не хочу. И также грозные его подписчики писали, что мы больше не будем смотреть про твоих розовых пони и единорогов на розовой радуге. Ты перестал правду говорить. А вот оно что. То, о чем, в принципе, я всегда и говорила, что наши... И это, кстати, касается только российских тревел-блогеров. То, что они всегда снимают только чернуху. Почему-то так сложилось, что наш народ только это и смотрит. Так что то, что Латинская Америка показывается вам этими самыми горе-тревел-блогерами именно как криминальный регион, это не вина этого региона, это не вина Аргентины. Это не вина Венесуэлы, что туда приезжает всеми известный одуванчик. Варламов, по-моему, его фамилия, да, едет в самый богатый город этой страны, в Маракайба, находит там где-то помойки, снимает эти помойки, радостно выкладывает в Инстаграм, и сразу у него миллионы лайков и комментариев. За что парень, правда, стал теперь невъездной в эту прекрасную страну. Да, ему пофиг, что там 43 национальных парка. Ну, кто про них будет смотреть? Кому интересно, как живут индейцы дельты реки Ореноко? Кому интересно, там, не знаю, в сотый раз смотреть на великолепнейшее падение водопада Сальто-Анхель, которое является самым большим водопадом в мире? То ли дело найти помоечку, как свинья, поковыряться у нее, снять ее, и за это еще получить денежки от социальных сетей. Вот это настоящая журналистика. Вот этому вот продюсеру, который мне сегодня утром написал, я ему ответила, что Аргентина и Латинская Америка – это не только фавелы, это не только тюрьмы, это много чего интересного. На что он мне ответил? Читаю. Ну, это условно про фавелы написал. А что еще с другого полушария видно? Не, ну, правда, а что еще наши тревел-блогеры могут рассказать? Я ему предложила, кстати, давай слетаем в Хуху и снимем о том, как живут современные индейцы Аргентины, как зарабатывают. Да, у меня есть возможность свозить вас в индейскую деревню, познакомиться с интересными людьми, съездить на одну из величайших соляных пустынь, где, кстати, тоже индейцы борются против того, чтобы их пустыню, вот соляную пустыню с Грандеса, разрабатывали в целях добычи лития, и о чем сами эти индейцы меня очень просили, чтобы я это рассказала своим русскоговорящим подписчикам. Вот это я ему предложила снять. Когда же парень узнал, что туда нужно лететь на самолете, он слился. То есть, объясняю, потратить несколько тысяч долларов, чтобы прилететь в Аргентину, это нормалек. А потратить еще 100 долларов, чтобы слетать в другой регион Аргентины и снять что-то на самом деле интересное, сочное, как они там просят, вот сочного нам надо что-то такого. Нет, ты что, 100 долларов, такие расходы. Мы лучше походим по фавелам, поснимаем трущобы, поснимаем, как бедные люди ковыряются в мусорных ящиках, чтобы найти себе на пропитание. Да, в принципе, мы же настоящая журналистика. Мы найдем, мы обязательно найдем, мы найдем тех людей, которые говнецо льют на эту страну. Они нам помогут, раз ты не хочешь. Иди ты нафиг со своим позитивом. Кстати, возвращаясь к Варламову, который год назад побывал в Аргентине и снял о Буэнос-Айресе. Восхитительное видео с миллионами просмотров. Я там чуточек посмотрела, у меня больше нервов не хватило, потому что смотрела я его тогда, когда я уже жила на территории Буэнос-Айреса. Что нам одуванчик снимает? Он прошелся по 31-й вижи. Боже мой, какая банальность! Напиши у себя только под видео в заголовке 31-я вижа трущобы Буэнос-Айрес, конечно же, сразу наберешь миллионы просмотров. Вот он там и погулял, поговорил с людьми, показал, как они живут в этих самостроях. Мало того, он же решил еще и провинцию Буэнос-Айрес показать. И при этом нет, чтобы поехать именно в провинцию Буэнос-Айрес, на север, например, где я живу, да, снять великолепнейший по своей красоте, истории и по природным видам Сан-Исидро. Я, кстати, Сан-Исидро уже сняла видосик, загрузила, кто не смотрел, смотрите на моем канале, где я гуляю по одному из городов в провинции Буэнос-Айрес. Вот моя деревня, вот мой дом родной, где я живу. Да, у меня там люди спрашивали, Лена, вот это там где-то живешь, деревня, это совсем деревня? Ну да, совсем деревня. Я вот сняла, заливала ролик, можете посмотреть. Нет, зачем ехать на север? Там же все хорошо, мы же свиньи, мы же любим там, где тухлецой пованивает. Поэтому он отправился на юг, туда, куда ни один вообще здравомыслящий в своем уме человек, житель Аргентины, Буэнос-Айрес никогда не пойдет. Он поехал в самое чмошное место, где люди живут в картонных коробках, где люди на самом деле питаются тем, что найдут в мусорных баках. Именно так он снял и показал на свою многомиллионную аудиторию то, как живет провинция Буэнос-Айрес. Нет, ну что, аплодисменты, ну за то, что собрал миллионные просмотры, все отлично. И потом люди, которые насмотрятся таких тревел-блохеров, едут в Аргентину и начинают удивляться. Почему удивляться? На самом деле Аргентина – прекрасная страна. Буэнос-Айрес – великолепнейший город с потрясающей архитектурой, дворцами великолепными. Вот это, да, это роскошь 100-летней давности, но она сохранилась. Что останется с дворцом? Тем более в той стране, где все эти дворцы поддерживаются. Из них делаются музеи, в них располагаются культурные центры, в них располагаются шикарные кафетерии, где можно прийти, вот в этих вот дворцовых великолепных, великолепных интерьерах попить чайку или кофе, кому как больше нравится, и насладиться этой красотой. Аргентина – это настолько красивая страна, чтобы посмотреть все ее природные красоты, вам целой жизни не хватит. Нет, ну а зачем это показывать? Кому это интересно? Даже вот у меня на моем канале, там, где я показываю красоты, их практически никто не смотрит. Я это давно знаю, но я все равно это делаю, потому что я это делаю в том числе и для себя. Я не хочу, чтобы на моем канале была только чернуха о том, как куда переехать, где что купить, пожрать, одеться и так далее, то, что смотрят миллионы. Я хочу показывать Аргентину такой, какой я ее вижу, за что, кстати, тоже зачастую получаю о том, что слишком много розовых соплей в моих видео. Ну, простите, моя призма мировоззрения, она такая. Я вижу всегда все красивое, я замечаю все прекрасное, потому что, еще раз повторюсь, говно найти можно абсолютно везде, и для этого особых талантов не надо. Подойдите в любом крупном городе, зайдите в рабочие кварталы, и в них везде, в любой точке мира, все одинаково. Хоть это у вас будет Нью-Йорк, хоть Париж, Милан, Мадрид, Буэнос-Айрес, Каракас и так далее. Ничего нового в этом мире нет. Люди есть, которые работают, всю жизнь пашут, зарабатывают деньги и обустраивают свой быт. Есть люди, которые, ну, не получилось у них что-то в жизни. Да, не будем говорить, что все ленивые, хотя таких тоже достаточно. В Аргентине таких тоже достаточно. Людей, которые просто не хотят работать. А есть те, которые хотят работать, но вот как бы у них нет достаточно образования, работают они на неквалифицированных работах, труд их здесь достаточно плохо оплачивается, и поэтому они также вынуждены жить в этих трущобах. Да, это есть. Но это есть в любой, абсолютно любой стране мира. Так зачем на этом концентрироваться? Я когда начала вести свою группу об Аргентине, на Фейсбуке, там ссылочки я всегда в описании своих видео оставляю, люди начали удивляться, а что на самом деле это есть в Аргентине? Под некоторыми фотками. Да ты перепутал, это не Аргентина, это Соединенные Штаты, это Аризона. Нет, товарищи, это Аргентина. А вот эта великолепная соляная пустыня, это тоже не Боливия, как вы знаете. Многие там знают, в Боливии соляную пустыню Уюни. А то, что такие же красоты есть на территории Аргентины, тоже не знают. И так далее, пошагово. Если взять любой другой регион Аргентины, можно сравнить с какой-либо другой страной. Аргентина тем и отличается, что на территории одной страны здесь представлены красоты всего Нового Света. Но единственное, чего нет в Аргентине, это побережье Карибского моря. Все остальное здесь есть, но об этом никто не снимает и, соответственно, никто не знает. Увы, и это не беда Аргентины, это беда тревел-блогера. Я, когда собиралась в эмиграцию в Аргентину, я последние, слава богу, несколько месяцев смотрела передачи с испанских телевидений, а там, как известно, больше все-таки об Азитиве. Потому что если мы рассказываем о какой-то стране, то мы должны говорить об этой стране, о жизни в этой стране, о том, какие красоты в ней есть. И вот почему-то настоящая журналистика в Испании, она построена так. А настоящая журналистика у российских тревел-блогеров, она почему-то основана на том, чтобы походить, поковыряться по помойкам и написать о том, что вся жизнь состоит из этих помоек. Но, опять же, повторюсь, это не вина Аргентины, это не вина Латинской Америки и не какой-то отдельно взятой страны. Это вина только вот этих самых тревел-блогеров, которых вы так любите смотреть, на что вы ведетесь. Кстати, когда сегодня утром обсуждала вот это вот сообщение от продюсера со своим аргентинским другом и тоже предложила ему для сравнения, говорю, вот ты знаешь, что, например, в Коста-Рике преступность больше, чем в два раза, больше, чем на территории Аргентины. Но, когда вот я у тебя спрошу, а с чем у тебя ассоциируется Коста-Рика, что ты мне ответишь? Да, в принципе, он мне ответил то же самое, что ответит каждый из вас, несмотря на то, в какой стране бы вы ни находили. Что вы мне скажете? Что Коста-Рика – это великолепная природа, это великолепные природные парки, и едут именно для того, чтобы насладиться красотой этих национальных парков, красотой этих, сколько там, 21 вулкан на территории Коста-Рики. И всё, о преступности абсолютно никто не говорит, хотя вот даже как хотите, интерпретируйте правильно, неправильно статистику, но я читаю группы наших экспатов, которые живут во многих странах Латинской Америки, в том числе есть прекрасная группа об Коста-Рике, и там тоже, кстати, уже давненько, несколько лет, как люди, несмотря на то, что, кстати, группа на абсолютном позитиве, начинают жаловаться, что преступность растёт и достаточно такими быстрыми темпами, что, в принципе, статистика и подтверждает. Но, опять же, в Коста-Рику почему-то едут снять только красоты, в Панаму едут снимать только уникальнейший панамский канал, а, между прочим, когда вы выезжаете из Панамы-Сити и едете к этому самому знаменитому панамскому каналу, там такие трущобы, что 31-я визжа на территории Буэнос-Айреса просто нервно курит в сторонке туда. На самом деле полиция не то что не заезжает, она даже близко не подъезжает. Но почему-то об этом все молчат. Почему? Да потому что плывут по наименьшему сопротивлению, да, раз туда полиция не заезжает, они туда тоже не попрутся. Они тоже не совсем понимают, что это опасно. Поэтому лучше еще проехать несколько километров, снять панамский канал и заточить видос про это. Правда, они реально понимают, что никаких миллионных просмотров не будут. Поэтому про Панаму очень многие пишут, что это скучная страна и там нечего смотреть. И в Панаме тоже несколько десятков национальных парков. Ну кому это интересно, Лена? Ну достала ты своими национальными парками и красивой архитектурой. Давай нам больше про криминал, да. Ты же там написала в названии своего видоса, что он будет о криминале в Аргентине. Ну докладываю вам. Да, Аргентина, как и во всей Латинской Америке, она преступность есть. Но при этом мы здесь спокойно ходим по улицам города, заглядываем в телефоны, мало того, снимаем на телефон. Больше того скажу по большому секрету. Даже вот эти вот тревел-блогеры, которые рассказывают об ужастиках в Аргентине, в Венесуэле, в Гаите, они вам как это все рассказывают? Они это снимают на свои дорогущие видеокамеры. И потом, опаньки, все оказывается в интернете. О чем это говорит? Что камеры остались у них в руках. Они ходили с ними спокойно по всем этим трущобам, опасным местам. Но почему-то какое-то чудо. Именно только у них ничего не украли, и камеры остались при них. Неудобненько как-то получилось. В общем-то, на этом у меня все. Выводы делайте с вами. С вами была ваша Елена Вивас из Аргентины. И я, как всегда, за правду. С вами была ваша Елена Вивас из Аргентине.